Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Анастасия Романова и в начале выпуска коротко о главном. Новое пособие на ребенка, увеличение пенсии и инновации автострахования, что изменилось в жизни россиян с нового года. Новогодние праздники прошли в крае без серьезных происшествий. Оперативная сводка за неделю в выпуске. Первенство по регби-болу среди школьников прошло в краевой столице. Что это за необычный вид спорта, узнаете через несколько минут. Новогодние праздники. Она располагала супер-крестьянство. По всех его аспектам. И в социальном, и в профессиональном, и в культурном, и по социально-бытовым условиям жизни. Все должно быть так для нашего крестьянства сделано, как это должно быть у аграрной сверхдержавы. О том, как сделать Россию аграрной сверхдержавой, говорили на 17-м съезде партии «Единая Россия» в Москве. Там же стало известно, что в Государственную Думу уже внесено несколько законопроектов, которые, безусловно, будут поддержаны Советом Федерации и направлены на совершенствование сельскохозяйственной утрасли страны. Ряд предложений, которые обсудили на профильной площадке форума, должны стать основой для разработки стратегии развития аграрного сектора России. И начинаться, безусловно, эта стратегия должна с человеческого капитала, с развития человеческого капитала, с создания нашему крестьянству условий проживания и работы достойных. Тогда у нас все получится. Абсолютно. И к другим темам. Новогодние праздники в Алтайском крае прошли без серьезных происшествий. Их количество за неделю не превысило нормы. С начала года в нашем регионе произошло 57 пожаров. На один меньше, чем в прошлом году. Причем 8 возгораний зафиксировано именно в краевой столице. В результате ЧП погибли 4 человека и один пострадал. Наиболее частые причины трагедии – нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования. Также управление МЧС России по Алтайскому краю держало на контроле зимних рыбаков. Сотрудники службы провели рейд «Безопасный лед». Как результат, происшествие на водоемах не зарегистрировано. По данным главного токсиколога Бурнаула Германа Балаганского, в городских отделениях токсикологии в новогодние каникулы также все было спокойно. Ежедневно с отравлениями поступали 2-3 пациента, что для новогодних праздников считается нормой. Новое пособие на ребенка – увеличение пенсии, инновации, автострахование. Подробнее о том, что изменилось в жизни россиян с нового года, узнаете далее. За рождение первого ребенка семьи теперь будут получать материальную поддержку. Соответствующий закон вступил в силу с этого года. Размер нового ежемесячного пособия равен установленному в регионе прожиточному минимуму для детей. В среднем по России размер выплаты составит около 10,5 тысяч рублей. По прогнозам Минтурства защиты Алтайского края, в нашем регионе этой поддержкой смогут воспользоваться около 10 тысяч семей. Это те, чей доход не превышает 40 тысяч рублей. Платить обещают ежемесячно до полутора лет. С начала года у россиян выросли пенсии. Их проиндексировали на 3,7%. Размер пенсии в Алтайском крае в среднем составляет около 13 тысяч рублей. С февраля изменится размер ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам. Ее проиндексируют на 3%. А с 1 апреля повысят социальные пенсии и пенсии по гособеспечению. Их получают военнослужащие и чернобыльцы. Перебоев с выплатами быть не должно, добавляет в пенсионном фонде. Теперь врачи смогут лечить нас удаленно. В 2018 году вступил в силу закон, позволяющий медикам проводить онлайн-консультации пациента и дистанционно мониторить состояние его здоровья. Правда, с поправкой. Онлайн-консультация больного возможна только если первичный прием и осмотр пациента врач уже провел очно. Кроме того, планируется, что через портал госуслуг и личный кабинет пациент сможет получать персональную медицинскую информацию, делать выписки из истории болезни, а также самостоятельно отслеживать статус медицинских тестов и многое другое. С этого года появилась новая форма ОСАГО, дополненная QR-кодом в верхнем правом углу. Отсканировав его, можно в режиме онлайн получить подробные сведения о собственнике автомобиля, лицах, допущенных к управлению им, страховом полисе и фирме-страховщике и многом другом. В Российском Союзе автостраховщиков, с сайта которого и будут предоставляться эти сведения, уверены, что новая мера позволит бороться с подделками полисов ОСАГО. Еще одно нововведение. В этом году увеличится период охлаждения, срок в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки. Теперь он составляет уже не 5, а 14 календарных дней. Дмитрий Бутков, Екатерина Питунина. Новости. Президент России Владимир Путин объявил 2018 год в России годом добровольцев и волонтерства. Глава страны подписал соответствующую кассу. И все-таки помочь безвозмездно. Как это? И что мотивирует людей делать добрые поступки? Наш телеканал узнал у жителей Барнаула. Человеку помогали? Безвозмездно помогали. Просили купить в магазине молока, допустим. Ну, покупал. За свои деньги? Да, за свои. По жилому человеку, так понимаю? Да, по жилому человеку. Друзья помогают часто, потому что друзья помогают безвозмездно. Много людей, добрых людей есть много. Друга прочитал по Александру Сергеевича, где он брату дописал письмо неверникому. Близким, конечно, помогают. Ну, как, конечно. Это, собственно говоря, даже какое-то удовольствие. Ну, ребятки, в общем, вам удачи. Какой-то случай у вас в жизни был, когда вы помогли человеку просто от души? Да, помог. Стоит дедушка. Тут три подростка. Два подростка, одна девушка. А между ними 200 рублей. Ну, это было лет 8 назад. Посмотрел мне, думал, подростки. Дедушка, говорю, потеряли деньги? Он говорит, потерял. Так, посмотрел. Я говорю, сколько вам? 200 рублей. Я говорю, ну, о, говорит, сынок тебе это. Здоровья. Добрых людей сейчас много? Не очень. Почему? Ну, не знаю, сейчас все люди, как, проходят мимо и, как, не обращают внимания. А вам кто-нибудь помогал? Дети. Ну, а посторонние люди? Ну, а посторонние, что, помогать будут? Пока еще сама хожу на ногах на своих. Вот, видишь, с бассейна иду. Что мне помогать? Пенсия нормальная. Какой-то случай можете вспомнить? Вот, за который можно гордиться? Ну, покруче. Покруче? Ну, поделитесь. Очень интересно. Ну, молодой был, спас от пожара людей. Дверь выбил, вытащил двух стариков. Такое было. Какие ощущения испытывали, когда помогли человеку? Хороший адреналин. И к новостям спорта. Это не американский баскетбол и не регби, а алтайский регби-бол. Первое наступает этому виду спорта среди школьников прошло в краевой столице. В первый день соревнований за звание лучших состязались девять команд. За необычной игрой наблюдал мой коллега Дмитрий Бутков. Мяч, кольцо и даже правило напоминают известную командную игру баскетбол. Однако этот вид спорта носит другое название – регби-бол. Своё начало синтез элементов регбола и баскетбола берёт в советском прошлом. Как говорят организаторы, игра носит военно-прикладной характер. Главная задача – как можно быстрее сориентироваться и больше забросить мячей в корзину. А ещё – не травмировать не только себя, но и соперника. В регби-боле травмоопасные ситуации сведены до минимума. От баскетбола кардинально отличается. Здесь нет специального ведения, как в баскетболе. То есть мяч можно брать руками и добегать с этим мячом до кольца. Она отличается и от регбола. Здесь запрещены все боксёрские, борцовские движения. Нельзя держать, например, противника, у которого нет мяча. Очередное первенство среди юношей и девушек прошло в Барнаульской 48-й школе. За звание лучших соревновались 9 команд. В первой игре встретились фавориты регби-бола среди юношей – Барнаульский военно-спортивный клуб «Борец» и новичок ВПК «Дружина». В первом круге борцы одержали чистую победу – 13-0. Однако во втором оппоненты забросили мяч в корзину. Но это никак не повлияло на итог встречи. 18-1 в пользу клуба «Борец». Игра была немножко расслабленная, так как команда, которая против нас играла, была немного неопытная. Поэтому мы превосходили их по всем параметрам. Они много стояли на месте и не двигались. И это их ошибка была. Первенство пройдет в понедельник и вторник. В нем будут участвовать более юные спортсмены из Барнаула на Болтайской и Косихе. В планах у организаторов провести краевой кубок по регби-болу. Дмитрий Бутков, Роман Хайрулин. Новости. На этом пока все. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.